Президент Хорватии назвал планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО опасной авантюрой. Президент Хорватии Зоран Миланович назвал намерение Финляндии и Швеции подать заявки на членство в НАТО опасной авантюрой. А также призвал парламент не ратифицировать такое соглашение до тех пор, пока не будет изменен закон о выборах в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на хорватский телеканал Н1. Миланович отметил, что формально не может самостоятельно принять решение об вступлении государств в НАТО, но назвал это очень опасным шарлатанством. Как по мне, то пусть вступают в НАТО. Но пока не решится вопрос о законе о выборах в Боснии, пока американцы, англичане, немцы, если смогут и захотят, заставят боснийских чиновников изменить закон о выборах в течение следующих шести месяцев и предоставить хорватам их основные права. Хорватский парламент не должен ратифицировать чье-либо вступление в НАТО, сказал он. По словам президента Хорватии, мы находимся в ужасной ситуации, потому что Болгария и Румыния не могут присоединиться к шенгенской зоне, Северная Македония и Албания не могут начать переговоры о вступлении в ЕС. А Косово не было признано. При этом Финляндия может вступить в НАТО в одночасье. Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция могут подать заявки на вступление в НАТО одновременно, генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Ожидается, что это произойдет во второй половине мая. Напомним также, что РФ начала угрожать ядерным оружием в ответ на решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.